В таком случае низкие диванчики ставятся на сцену. Чтобы их все видели. Поэтому, если вам в галерке не видно там, то я предлагаю вам либо пересесть поближе, либо встать и наблюдать наш круглый стол. Ок. Я на пробах квадратов начну, сдам пару вопросов, но где-то я призываю вас через минут 5-10 уже устраиваться возле микрофона, потому что если у вас не будет вопросов, то мы закончим раньше. У меня такой первый вопрос. Не совсем технически. Вот вы предоставляете SaaS решение. Вам за него платят. Вы могли бы, чтобы еще раз представиться для аудитории, сказать, кто именно вам платит за ваш софт, именно SaaS. SaaS. И если у вас есть другой тип софта, который подойдет в коробках или как-то еще по лицензии, мы не рассматриваем. Только реальный SaaS, который работает на ваших серверах, что-то вы управляете. SaaS. Вот вам за него платят. Вот в качестве представления, расскажите, пожалуйста, кто эти люди, которые платят за этот софт? Какой профиль вашего типичного клиента? Который платит, а может быть, который не платит? Начнем с Александра. Ну, в первую очередь платят люди, обычные люди. Если смотреть в разрезе компаний по отраслям, кто использует сервисы и почему они переходят на SaaS, то здесь получается следующее. Компании, которые хотят использовать современные технологии, они понимают, что это такое, они понимают, зачем они это будут использовать. В первую очередь, они обязаны продолжать потом использовать, потому что очень многие знают, что после автоматизации какого-то процесса в компании или внедрения программы очередной, очень часто получается так, что компании не используют, не продолжают использовать это новшество и таким образом деньги выбрасываются на видео. Таким образом, характерными являются компании, которые прогрессивные, интересные, движутся все время на вы меня кроете. С технологиями и постоянно развиваются. То есть с какими же клиентами, соответственно, интересно работать и так далее и так далее. То есть компании, юрлица, прогрессивные, бегущие вперед на территории, в данном случае вашей Украины. Мегаплан Россия, соответственно, компании в России. То есть физлицы не берут свою кредитную карточку, не бегут платить вам за использование Мегаплана. В следующем году у нас просто есть бесплатные продукты и физлицы могут использовать его бесплатно. Поэтому только юрлица. У нас есть, кроме того, что я рассказываю, чем занимается наша компания, это построение высокодоступных решений для наших клиентов. То есть все компании, которые представлены тут, они продавали свои решения и уже получили, мы аутсорсимы разработку этих решений. Кроме этого, у нас есть свой SaaS-сервис, который называется СПЕ. Этот сервис используется для монетирования как работодательности сервисов, монетирования доступности, монетирования нагрузки серверов, а также их безопасности. То есть в одном интерфейсе используется возможность монетирования, возможность проверки перформанса и возможность проверки безопасности своих серверов. Также он получает смс-сортификации. В этом случае, кто покупает это, покупают люди, которые имеют один-два сервера для монетирования. Для монетирования, чтобы не находить свой велосипед, они просто платят за смс. Мы выбрали такую стратегию, что я уверен, что мы в ближайшее время сделаем его абсолютно безкоштовно. Даже смс будет безкоштовно. Почему? Мы сами его используем и не видим сенс в глубокой монетизации цехсервисов, насколько нововиднейше отримать немного, чем у клиентов. Клиенты этого монетирования это Украина? Украина абсолютно нет разницы. Но у вас есть уже распределение существующих клиентов? Это все-таки больше… Ну, мы выбрали несколько акций с украинскими дата-центрами, и клиентов этих дата-центров, как бы, есть массой клиентов. Понятно. Там, где маркетировали, там и получили клиентов? Так. Окей. Антон? Ну, вы только что, по сути, отвечали примерно на этот вопрос. Мы готовим СААС, да. То есть, это вот буквально немножко осталось. Будет решение, там просто какой-то другой продукции. Естественно. Ну, я могу представить, что вы надеетесь на российские компании, малый-средний бизнес, которому очень нужно автоматизировать телефонию. Ну, не автоматизировать, это как бы ее вывести на новый технический уровень. Ну, именно об этом идет речь. Просто примерно же можно представлять самого клиента. Естественно. Естественно. Это, в принципе, 100% из 100. Вот. Ну, и численность компании, наверное, это именно. Тут можно только гадать. Ну, в принципе, от 5 человек, я думаю. Ну, это может быть даже от 3. Ну, те, кто... Ну, для нас, как бы, естественно, для любой компании интересны компании с каким-то перспективами роста. Это, в принципе, понятно. Ну, я думаю, что ваш как бы sweet spot это вот 5-10 операторов. Не факт. Ну, допустим, есть крупная компания, 150 офисов, они сидят на виртуалке. Ну, 150 офисов, филиалов. Ну, 150 офисов, филиалов. Субы и Сбербанк тоже есть, если вы подписали. Ну, если Сбербанк, как бы, сделает какой-то маленький Сбербанчик, то да. Почему бы и нет? Маленький Сбербанчик. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Илья Юрьевич. Наша компания не совсем СААС решения предоставляет, а в первую очередь мы поддерживаем очень много доменных имен для тех же СААС решений, для клиентов и так далее. И фактически, сама поддержка доменных имен является, ну, таким Сбербанк решением, потому что нам приходится постоянно масштабировать нагрузку DNS серверов, потому что, к сожалению, в Украине существует такая тенденция, как DDoS атаки на DNS сервера. И когда компания поддерживает самостоятельно домен на своих каких-то DNS серверах или на ухостерах какого-то, то часто они справляются с DDoS атаками. И очень много клиентов, больших банки, там, некоторые компании, которые СААС решения предоставляют, они переходят на наши серверы альбом, потому что мы научились справляться с огромными нагрузками во время атак на DNS сервера. Ну, кроме этого, ну, фактически, то есть клиентами являются и физлица, и юрлица, то есть и, как я уже сказал, многие банки Украины. Кроме этого, наша компания уже полтора года на мегаплане, кстати, сидит, и мы активно, очень успешно используем его. И используем также, ну, практически все свои ресурсы, все свои процессы перевели на СААС решения и очень эффективно и очень хорошо используем. А вы платите мегапланы? Конечно. Ничего себе. Вопрос из зала, сколько? Ну, можно и не отвечать. Сибирь. Мы разделили аудитории, наверное, по рынкам и по размерам бизнеса. Мы видим очень разный спрос на американском рынке, он сильно отличается от того, что есть в России, в Германии, в Украине. Скорее, наши с вами здесь, так сказать, граждане более консервативны и предпочтут в определенном размере коробку. Ну, рассуждаем мы так, что до 12 человек компании вообще не очень выгодно продавать, поэтому у нас 12 человек бесплатный тарифный план в СААСе, до 50 человек нет айтишника, они точно предпочтут СААС. До 150 до 200 будут еще сомневаться СААС или коробку утащить, а побольше точно захотят коробку внутрь. Больше скольки? Больше 250 где-то. Больше 350 мест рабочих, да? Да, я допускаю, что это будет меняться тенденция, но на сегодня ситуация примерно такая. Вот то, как мы видим. То есть, вот эта, которую вы запустили СААС на полностью, там уже есть платежи? Да, есть платежи, есть бесплатный план в 12 человек, есть два тарифных плана, они без учета человек, без учета пользователей, с фиксированной ценой. То есть, мы выбрали такую политику. И еще важный, наверное, момент. Мы, по крайней мере, сейчас принимаем только за полгода деньги. То есть, можно купить лицензию на полгода, либо на год. Слушайте, классное, по-моему, решение, чтобы каждый месяц не платить. Дело в том, что у СААСа, да, нам государство с вами не очень помогает делать автоматизированные платежи. Поэтому себестоимость обработки очень высока. Каждый месяц это не очень хорошо делать. Прямо скажем, прямые расходы. Поэтому мы выбрали такой подход. Окей. Такой вопрос, наверное, ко всем тоже последовательно. Вот вы выбираете, какие тарифные планы сделать. Вам уже как-то сгенерировать тарифный план, ценообразованием заняться. Опять же, не технический вопрос, но, извините, нужно чуть-чуть в бизнесе СААСовском дать представление аудитории. И у каждого есть свой СААСовский сервис. И у вас наверняка будет там один бесплатный тарифный план. То есть, человек заходит, пользователь пробует. Как вы оцениваете, сколько будет вот этих вот бесплатных, сколько они нагрузки сгенерируют, сколько будет платных. И сколько из этих платных тарифных планов принесут сколько дохода вашей компании. То есть, не будет ли тут работать правило Паретта, что, например, 10% ваших клиентов принесут 90% вашего дохода. А 90% нагрузки ваших серверов будет создаваться какими-то бесплатными тарифными планами и вообще, ну, по сути, просто ради рекламы и пиара. Вот как вы выбираете вот эти вот черточки на шкале? Ну, у меня микрофон остался, я отвечу, просто передам. Мы совершенно уверены, что бесплатный план нужен. Есть себестоимость, сколько он должен обходиться в год. Это меньше, чем маркетинговые расходы на аудиторию. А по поводу конвертации из бесплатников или пробников в платники, то по разным сервисам она колеблется где-то в районе 3%. От 2,7% редко до 5%. Это переход из бесплатников в платники, ну, из пробников в платники. То есть, означает ли это, что в каждый момент времени 97% пользователей вашей системы, по сути, будут на… Ну, во-первых, они могут пробовать, они могут тестировать, прежде чем они начнут функционировать. Мы еще свои цифры точно не знаем. А, нет, извините, это не означает, потому что они могут переходить, уходить. Это, в целом, конвертация такая. Да, конвертация. У нас, безусловно, есть бесплатные тарифы и сервера имен, которые могут поддерживать домен эффективно, можно абсолютно бесплатно зарегистрировать на 3 месяца и попробовать использовать. И даже если у вас нет домена, то можно зарегистрировать бесплатный домен pp.ua, который мы тоже поддерживаем. Ну, мы спонсируем его работу. Вот. И, следовательно, клиенты… Ну, мы заметили такую тенденцию, что клиенты учатся на бесплатных услугах, а потом покупают платные услуги. То есть, те же домены бесплатные pp.ua, они остаются, но потом регистрируются комью и так далее и тому подобное. И сервера имен, которые 3 месяца доставляются бесплатно, их пробуют, настраивают… Атакуют. Атакуют в том числе, конечно, да. Вот. И, кстати, вот атаки позволяют нам выявлять какие-то слабые места. И последняя атака, которая длилась почти 6 дней, мы, благодаря ей, выявили одно очень слабое место, которое возникло только при очень большой нагрузке. Вот. В частности, практически все сервера, которые были в Украине, упали, потому что в Украине просто не справились по навыкам. На кредитах. Что такое за странная атака? Ну, было больше 10 гигабит трафика сгенерировано и украинские… Ну, мы один раз говорили про ваш странный бизнес, потому что вы продаете устойчивость от атак, которых вообще люди не должны видеть. Если все устойчиво, то как это можно продать? Никто абсолютно не увидел проблем, но мы справились и фактически даем бесплатно пробовать эту услугу и считаем, что это нужно. Понятно. Антон, вы готовитесь? Передам, да. Ну, я думаю, ответ Сергеевич и нам, я думаю, тоже не подходит. Ну, в результате конверсии – это, в принципе, десь до 1,5% по наших замерах, сколько люди начинают платить. Ну, у них есть выбор бесплатного бесплатного. Разница выключена одна, что приходят… Можно прислать себе смс-ку, продажившись с сервером, а можно реально смс-ку. С серверов мы не рахуем, потому что сервис прописан грамотно и все работает таким чином, что лоуду они делают не много. А вот платим мы за реальность смс-ку, которая доставляется с гарантией 100%-кой. Вот за это платят пользователи. Только кому это действительно нужно, кто хочет 100%-ку мать гарантию, что она дойдет, он просто платит за эту смс-ку, которую мы, власне, и самим купуем. Ну, а доход? Доход есть? Да. А сколько процентов клиентов генерирую, сколько процентов доходов? А, вы сетевого, вы не по бизнесу. Нет, я не по бизнесу, но что могу сказать, что, как бы мы пришли до того, что у нас сначала была задумка, мы реализовали, написали этот СААС, мы поняли, как он работает, прораховали монетизацию, каким чином мы будем получать деньги. Ну, перман с фи, то есть классическая схема, что человек платит, ну, как для форума сайта. Зайшел и используется. Мы понимали, что нам эффективнейше будет просто в рекламных целях использовать этот СААС, чтобы, как бы, больше людей, которые имеют сервера, так, завели, получили, получили уже цельного клиента, который оставил нам свои контактные данные, так сказать, то есть он оставил email, какой у него сервер, что он есть. И, возможно, параллельно, использовать, как бы, эту ресурсную базу клиентскую для пропозиции других, так, которые мы будем строить. И мы понимали, что лучше сделать это больше бесплатно и выходить на бесплатность. То есть ваш сервис – это вообще такая большая приманка, вы не на нем хотите зарабатывать деньги, а на других сервисах этим привлекаете? Так, а тут какого-то? Я понял, понял. Значит, ну да, приманки – это просто не по адресу. Александр? Примерно 27% – это переходят из тестирования в клиентов. 27%? Да. Ничего себе! По разным версиям продуктов, естественно, цифра может меняться, уменьшаться и увеличиваться. Что касается бесплатников, то такая же цифра, как и Сергей говорил, это 3-4, если бы то же. У Мегаплана есть полнофункциональный продукт, который не ограничен по функционалу, ограничен только по времени, работает 30 дней. И также есть продукты, два продукта, которые ограничены по количественному параметру, но не ограничены во времени. Поэтому тот факт, что с мелкими компаниями, когда очень малое количество людей работают, с ними не комфортно работать в нашей стране. Плюс месяцы, плюс, ну там, связан на ряд моих мегапольских проблем. Поэтому есть бесплатный продукт компании, пожалуйста, используйте его бесплатно. Интересно, когда вы растете, вы можете переходить на… А вот… Задут без ограничений. Может быть… Переход, да. Переход, вот интересный момент, когда… Очень приятно, когда компания начинает расти, соответственно, переходят из ограниченного количественного продукта на полнофункциональный и без ограничений, то здесь по ценам маленький – 1,6. Но это, конечно же… То есть у вас из нижнего тарифного балла в верхний, конверсия… Да, то есть это именно тот момент, когда люди начинают пользоваться абсолютно бесплатным продуктом, без ограничения по функционалу компании. Там ограничения, первое ограничение – это по количеству пользователей работы в нашей системе. Ну, чтобы, конечно-таки, не было перенагрузки там и себестоянность бесплатного продукта была минимальная. То есть эта цифра, в принципе, может быть и маленькая, но иногда приятная, когда наблюдаешь, что компании начинают расти все-таки. И они используют сначала бесплатный продукт, автоматизирующий его компанию, да, человек конкретно… Он развивается, он растет, он переходит и дальше пользуется. Это очень хорошо. Окей, понятно. Кстати, я предлагаю аудитории все-таки подходить к микрофонам. Я, если буду видеть людей в микрофоне, сразу буду передавать слово на вопрос, так что не нужно ждать специально никакого момента. Вот видите, вам будет передано сразу слово. Такой вопрос. Вот, например, у нас в заказе мы еще не успели выпустить какую-нибудь новую версию. Нам уже разработчики пишут, а вот у вас есть API. Дайте нам API к этому, дайте нам API к тому, дайте нам доступ к этому. Ну, и каждый раз, когда нам такое пишут, мы не очень можем понять, как мы вообще думаем об этих API. Вот наверняка у вас тоже появлялись все разного рода, как бы скажем, кастомные запросы. А вы нам можете дать это, нам можете дать то именно от разработчиков, которые хотят через API что-то забрать. Как вы боретесь с такими клиентами, как вы их… Что вы с ними делаете? Да, что вы вообще с ними делаете, хорошего или плохого? Ну, Мегаплан изначально предоставляет открытые API на сайте поддержки продукта. И, ну, тот функционал, который открыт, он открыт, он есть в свободном доступе, пожалуйста, используйте. Некоторые клиенты сами же, конечно же, берут и используют без нашей помощи, без подсказки. Есть индивидуальные случаи, когда интересный клиент, перспективный, крупный, и понятное дело, что все клиенты интересные и перспективные. Но есть особые моменты, когда бывает стоит потратить время на какого-то клиента. И в таком случае, в единичных случаях, открываем какие-то возможности, которые, допустим, у нас еще не было. Ну, нету их в разработанных API. Поэтому был бы смысл всегда много. Понятно. Служба безопасности. У меня пришла и сказала, дайте нам через API там всех клиентов данные. И в таком случае вы разработали. Да, пожалуйста, разработали. Понятно. Владимир. Ну, API у нас просто архитектурно створено было, модульно-комбонентная система, доступ до каждого модуля может действовать за помощью API, а какого-городка. То есть мы можем как веб-сервис летать, так и... Ну, просто раз, отдавать что-то API, это не просто открыть, да? Не, мы разумеем. Это джаванский код, который может быть использован. Ну, а документация, поддержка. Ну, конечно, воно документована, но это внутренняя документация, если людям это нужно, мы можем это видать, но мы пытались сделать сервис таким, что человеку даже не пришло в голову, что что-то доработать здесь нет. Ну, тут также речь не о доработках, а о том, что ваши данные, которые не отсылают, все можно перенести в другой. Конечно, можно перенести, можно отримать, например, графики завантажения, можно отримать стан стейта своих серверов, стейта своих сервисов, но потребов людей сильно в этом нет. Если будет, то это не проблема. Хорошо, чтобы завершить этот вопрос, я просто хочу спросить, у кого есть активные API-клиенты? Ну, вот именно, которые пользуются API, есть у Мегаплана? Андрей? У нас есть API, но нет пользователей. Есть API, но нет пользователей. Антон? У нас только не в SaaS. Ну, понятно, у вас по определению в интегрированной версии, а Сергей, у вас? У нас есть API в тиражном продукте, там кастомизации предусмотрены. На этом этапе мы API для SaaS не открыли. Оно, скорее всего, будет как возможность писать свои компоненты. Большая часть того API, которое в продукте есть в тиражном, станет API доступным снаружи. То есть, вы планируете его открыть? Да. А вы думаете, в этих всех API есть деньги? То есть, они принесут туда дополнительные доходы? Ну, у нас 7000 партнеров, и мы точно знаем, что они хотят дорабатывать. Понятно, партнеры принесут доходы. Окей, пожалуйста, вопрос из зала. Дорогие эксперты, я хотел бы вас спросить о следующем. Я слышал несколько раз о том, что украинская система гувалтерии и правила слишком сложны для технического склада, и это вынуждает вас в том, чтобы убилить ваших клиентов раз в полгода или раз в полгода. Из Кипра. Из Кипра. Я как раз это и хотел уточнить. Из Кипра, или из Англии, или из Голландии, или даже из Эстонии, это может быть намного проще. И есть тот же PayPal, при котором вам даже не нужно покидать Украину. Скажите, пожалуйста, думали ли вы о таких возможностях? И если да, почему вы еще на ваших платформах не реализовали их? Ну, если перефразировать, ваш вопрос звучит так. Вы думали работать нелегально в этой стране или нет? Я бы случайно немножко перебил. Думали ли вы работать легально в других странах? Коллеги, ну, мы, по крайней мере, работаем B2B. То есть, наши клиенты юрлицом. Если они собрались расстаться с деньгами, значит, они правильно хотят их поставить на расходы. Значит, им нужен комплект документов. Конечно, одиночные варианты, если взять другую юрисдикцию, могут возникнуть. Но вообще почти все страны, в том числе Европа, требуют правильной локализации на этой территории. Россия, Украина, каждая страна требует правильного учета по своему законодательству здесь. Наличие технической возможности и возможность оплаты частным лицом – это все-таки не совсем тот бизнес, на который рассчитывают создатели проекта. Ну, по крайней мере, мы. Я, опять же, здесь с вами поспорю, потому что в Европе будет достаточно формального инвойса, и компания сможет это работать. Это вещество, что тут организации не могут заплатить легально. Я понимаю, в Украине, да. Если вы будете делать в Европе с НДСом, с ВАТом, это не просто инвойс, это чуть побольше документов. Пробовали так проводить? Я знаю, как проводить. Да, там сильно посложнее. Но там есть возможность по карточке компанию берить. У нас и у вас это еще не является законодательным. Компаниям сложно открывать карточку и сложно выполнять регулярные платежи. Ну, то есть, в принципе, преодолеть это можно, но это настолько еще не в деловой практике, что, скорее, бизнеса такого не очень присутствует. Поэтому безнал. И еще маленькое дополнение, потому что я слышал, что у вас есть центры и в Америке, и в Германии. Соответственно, вы торгитесь на тех клиентов. И поэтому мне становится странно, почему те клиенты не могут задать вашу карточку. Вы с помощью юрисдикции, в примере, в ВИПе не можете ему стать им в ССВИТ? Там мы принимаем юридически, правильно, в том законодательстве. И там можно карточку указать? И там можно заплатить за месяц? Там все хорошо. Я хотел бы добавить, у нас очень много клиентов из рубежа и платят карточкой спокойно. И тот же там приватбанк в процессе, там никаких проблем особо не возникает. Но переводить бизнес в другую страну это достаточно невыгодно, потому что очень много клиентов из Украины, если мы ориентируемся уже на Украину. И приходится работать хоть и сложно, но в Украине. То есть весь вопрос вообще не в том, как сидя тут обслуживать клиентов на Западе. Это мы прекрасно знаем, это мечта каждого разработчика. Прямо в том, что сейчас, как клиенты на Западе, сложнее найти, чем клиентов тут. Потому что мы тут, и мы лучше чувствуем здешний рынок. А тут уже возникает другая проблема. Как бы так сделать, чтобы клиентов обслуживать тут, но тут ничего не иметь. Вот это основная проблема украинского бизнесмена. Среднего, а особенно побольше. Поэтому Твич Лабена. Ну, у нас СПДшники могут иметь карточку. Но СПДшники такие, недофизлиться, перефизлиться, недовюрлиться. То есть они... На самом деле, недавно разрешили поплачивать с корпоративных карт. И некоторые бизнесы уже начали это историровать. Товариством и акционерным обществом? Да. Ну, то есть корпоративные карты открываются без проблем. Но раньше был запрет на расчет в интернете. Теперь этого запрета нет, а в секунду случае у некоторых банков его сняли. То есть это какие-то поправки в законодательстве? Я не знаю, законодательство это или нет. Может быть, просто разрешили оплачивать в интернете. Надо осторожно оплачивать заявление. Вы сейчас скажете. Люди начнут... Пусть проверят. Делать уже страничку для оплаты для товариства. Я просто знаю, что товариству заплатить за что-то интернетовское сейчас в Украине. Ну, и про... Не через командировочные сотрудники, да, выданные, а по-нормальному. Очень тяжело. У нас был недавно случай. Мы делали документы под такую оплату. И у банка уточняли. Банк сказал, что может. Ну, то есть, и как бы... Тут проблема в том, что тот, кто платит, должен изучить законодательство, не нарушая ли он что-то. Потому что фактически не мы виноваты в данной ситуации, а тот кто платит. Вам понятно. Это же вещь в том, что вы компанию свою перенесли в Лихтенштейн, в Люксембург, на Кипа. Сидите тут. Обходите, чтобы вам платили туда. Вот. И с этим у товариства возникнут огромные проблемы. Потому что если бы так можно было делать, то... Ну, вы понимаете, почему это было. Я говорю в украинском процессе. Да, да, да. Это требовало... Ну... Хорошо. Вы на что-то есть ли по поводу этого вопроса? Ну, вы запитали за гроши, в принципе, техническая часть. И у нас в многих украинских клиентов есть потреба перенести не розрахунки, а саме оточение. Своё environment, свой закордон. И сейчас, ну, очень популярная услуга – это резервирование своего environment в тех же кладах Амазона, когда построена эта инфраструктура, и при выемке обладания она автоматически умигрует в другой дата-центр. Там буквально за несколько минут. Даже можно там анонсовать в другие просто места, если у тебя есть достаточно большой environment, своя наружа. И люди, ну, швидше всего, клиенты больше боятся, что прийдут злочинцы, если вынесут их оплату. А относительно плат, честно говоря, ничего. А платят они вам наличными в Украине сегодня? Да, без проблем. Нормально. Это такой сервис. Купи серверов Амазония за наличные в Киеве. Ну, не так. Вони не платят за серверов, они платят за сервис. Ну так, за сервис. Супер схема. Спасибо. Да. Пожалуйста, следующий вопрос. Добрый день, Алексей Кировоград. У меня к Владимиру вопрос, потому что у меня не было возможности ответить на технический вопрос. Вы говорили, сквозь упомянули о кластерных файловых системах, в частности, о GlasterFS. У вас все-таки услышать больше об опыте, потому что на самом деле иногда бывают такие случаи, когда без них обойтись очень тяжело. Если, например, хранилища занимают около 200-500 терабайт и выше. Ну так. В принципе, когда есть размер, объем файла больше 500 или 200-300 терабайт, мы должны рассчитать сначала на чем его отримать. И что это вообще за тип файла. Если это видео, то под видео, например, не имеет смысла тут рейти. Если оно не критическое, то лучше отдавать его из одного винчестера на одной файловой системе. Тут уже идет мова про то, каким образом организовать, если у нас есть 500 терабайт файла, то, очевидно, и трафика будет соответствующая кийкость. Мы имеем оптимальное, как это сделать на джейподах. Мы часто используем комбинации, где нет резервов для таких больших объемов файла, а флодуются. Это просто в локальности очень много дисков, запретные корзины. Относно кластерных файловых систем, он был достаточно широкий опыт с гластером. Мы пытались отримать от него перформанс на его. Когда у вас большие объемные файлы, то это не основной причиной. Поэтому, в принципе, использование на больших файлах, кластерных файловых систем, в этом есть сенс. И еще вот такой нюанс, где мы использовали. То есть у нас инфраструктура базируется на ВМВ, ВСФЕР. Есть сексаев, гипервизор, скрізь стоять. И на частинке мы понимали, что у нас по Украине, с достаточно высокими каналами, с достаточно высокими емкостями, гуляют линчестеры. И мы хотели их объектнать и отримать до них доступ, например, в вашей ТІП, по НФС. Чтобы в любой момент их можно было измалтить. Вот такие великые файлы. Если это не маленькие файлы, которые не потребуют великого ИО, абсолютно можно сейчас уже использовать. Там есть комбинации, так же, как у Рейдов. Властер и ФС можно 10-й рейд, можно 5-й рейд. Можно абсолютно 2-3 копии держать на разных серверах. И особенно для пекапов и для великого файла просто непогано. Я именно хотел просто вот это вот уточнение услышать. Потому что реально у нас точно такой же опыт. Так, ну... Ценный клиент. Обратите внимание. И еще вопрос у меня к Сергею. Мне понравился ваш опыт по работе с Amazon-сервисами. И мне бы хотелось немножко, я не знаю, услышать ваше мнение. Вы говорили про амфостейл. Это хорошо, да? У вас нагрузки достаточно прогнозируемые. То есть они там падают, определенное время поднимаются. А как вы поступили в случае резко возрастающих твитровых нагрузок? То есть нагрузка была и резко возросла 50%. Мне кажется, здесь не может быть однозначно такой таблетки. Вот давай сделать так, и все будет отлично. Причем почти все облака, конечно, дают и представляют это как полную доступность и наличие, возможность автоскейлинга. Но это очень сильно зависит от приложения, готово ли оно. Иногда на сайтах достаточно просто, не знаю, большую часть перевести в статику, правильно отдать Nginx и Experian поставить на Image. И типа всем легче ставится. Если приложение сложное, то здесь нужно все-таки подходить к вопросу по пиковой нагрузке заранее. Потому что в момент, когда она начала расти, уже обычно поздновато. То есть можно что-то успеть сделать. Хорошо, когда есть планчик и есть запасной планчик. Вот тогда... Спасибо. В принципе, тоже отметили. У нас точно такой же опыт и такие же... Вот на самом деле очень хорошо в облаках срабатывает модель, когда действительно дают машину просто вертикально масштабировать. Вообще почти все приложения вертикально масштабируются легко. То есть летали на двухъядерной машине, вдруг ба-бах, нагрузка. Ну, не поскромничали, 30 процессоров поставили, много гигов. На Амазоге не со всеми типами инстансов этого движения. Ну почему? Там очень высоко можно вверх подняться. Там вы с низкого на высокие не поднимете. Ну да, они там с микро не дают расти. Это у них такая... С осмола и с ладжа тоже. Да. Не помню. Там... Это архитектура разная. Там 32 битра. А, да-да-да. То есть они... В зависимости от того, куда они вас воткнули, там действительно есть ограничения. Но, в принципе, остановить, поднять образ в другом месте легко. То есть если вы... Ну, образ в другом месте тоже не сильно там легко. Там тоже есть проблемы. Нет, легко. У вас есть образ, у вас есть диск, дисковая система. Вы ее... Вы готовы образы переносить в другое гео-локейшн? Я доброго. Нормально что? Ну, нормально, но это нельзя назвать, то есть что он очень так легко взял и переехал. Ну, коллеги, по сравнению с другими проблемами, это действительно становится просто панацеей, когда ты можешь быстренько рестартануть и поднять большую машину. Это вертикальное масштабирование часто выручает. Спасибо большое. Спасибо. Добрый день, коллеги. Алексей Ороф, компания «Юскан», лучший SaaS-проект по версии и конкуренции SaaS в России в прошлом неделе. Точка. Вопрос следующий. Используете ли вы какие-то инструменты для красивой и удобной визуализации метрик бизнеса, что-то вроде Gecko-Board или что-то такое, потому что все мы отслеживаем эти показатели, где-то они у нас сохранятся. Хотелось бы это представить, ну, собственно, всей компании, чтобы это было доступно сотрудникам, сейлзам, как вы это делаете? На данный момент вся разработка визуализации красивой у нас ведется в разработке. Пока та визуализация, которая есть, может быть недостаточно красивая или недостаточно показательная. То есть это цифры, небольшие графики, списки и все. То есть это собственное решение, да? Ну, конечно, собственное. Потому что сработаем со своими же данными и продаем свой продукт, рекламируем свой продукт, развиваем свой продукт, сами думаем, какими его сделать. Потому что отчасти то, что мы сделали, довольно-таки хорошо получается. А почему сделали? Потому что сами придумали, сами думали, сами анализировали и так далее. Ну, может быть, я уточню вопрос, может быть, не совсем поняли. Я имею в виду внутренние метрики, такие ARPU, LTV, вот эти метрики, которые… Перформанс бизнес, то есть не то, что видят клиенты, а то, что видят… Вы же сказали, что видят клиенты в вопросе. Нет, нет, то, что видят сотрудники компании. А сотрудники себя, на связи с вопросом. Нет, не используем только свои тоже. Алексей, а ты что, купил акции GeckoBond? Нет? Нет, пока нет. Нет. Вы помните? Мы делаем статистику собственную, то есть внутреннюю, без каких-либо красивостей. И она нам дает понять, где есть слабые и сильные стороны, но какие-то внешние ресурсы не используют. Нет? Все? Никто больше не использовал или пользует кого? Мне кажется, пользуется профитационно ховарный вопрос. Но я хотел сюда то, в общем, проекламировать. Нет, нет. Внутри компании, конечно, надо пиарить. Но график, не график, наверное, не так важно. Возможно, я не очень хорошо понимаю контекст вашего вопроса. Ну, контекст вопроса следующий. Например, вы отслеживаете конверсию клиентов из… Трайлов… Ну, вы, здоровый мистящий бизнесмен, конечно… Все отслеживают. Совершенно верно, я тоже отслеживаю. Как вы ее визуализируете? То есть, сейчас, например, у меня это визуализировано Google Docs, я могу сказать. Я еще способ сделать это удобно для того, чтобы все сотрудники могли это видеть. Радус? Экселл наше все. Докс, не докс, это не так важно. У нас есть очень простой для всех сотрудников отчет, который поступает в живую ленту нашего код-портала, у нас здесь всякая к ней. И утром, когда сотрудники приходят, они видят, сколько новых зарегистрировано, сколько активных, сколько перешло. И такую картиночку по общей компании. Но это, своего рода, внутренний пиар. Конечно, те, кто занимаются проектами, они видят внутренние цифры в другом формате, для другой аналитики. Там много цифр. Это вообще, надо сказать, моя мечта. Сделать так, чтобы утром пришел сотрудник на работу и увидел, сколько он бонусов заработал вчера. Ну, потому что, чем меньше расстояние между действием и наградой, тем лучше работает награда. А очень часто получается так. Человек сделал что-то хорошее, всплеск конверсии сгенерировал сегодня, а посчитали бы только в конце месяца. А в конце месяца уже все забыли. Он уже уволился, мы его потеряли, построили и так далее. Как бы нехорошо. Важно сразу сказать, ты молодец, а ты уволен. Спасибо. Спасибо. Последний вопрос. Я на самом деле Леша хочу ответить. Леша, ты себе выбирай, выбирай. Нет, нет. Вы пообщайтесь, пожалуйста, через микрофон. А у вас вопросов нет? Значит, тогда последний вопрос у меня. Вот. Мне как-то кажется, что, ну, если сравнивать наш САС, САСный рынок с американским, с западноевропейским, понятное дело, что мы вначале чуть-чуть, возможно, отстали. У нас, как бы, ну, в десктопном софте не было никаких шансов по понятных причинам. Его ломали, пираты и все дела. Но вот мне кажется, что в САСном софте, это, как бы, такой шанс для нашей индустрии стать на ноги, производить продукты, за которые платят организации, физлица. И, по сути, как бы, ну, вот, нет проблем, да, что там, ломают, нет пиратства, все хорошо. Вот. Поэтому, как бы, я очень рад, что смотрю на перспективы СААСного софта и СААСных компаний. Скажите, вот, как бы, какое у вас соединение будущее? Расскажите ли вы мой, может быть, наивный, разложный взгляд или нет? На мой взгляд, СААС – это не просто возможность, это действительно большой шанс. Более того, я всегда говорю, что, ну, такая мировая, что-ли, провинциальность, она у нас в голове. То есть мы сами себе ограничения ставим. Битрикс, например, калининградская компания. В России тоже есть стереотип, что что-то приличное можно сделать в Москве. Это не так. И то же самое, что что-то приличное можно сделать только в Штатах. Это тоже не так. Но мы ходим с этим, с этой проблемой и не можем переступить через свои ограничители. Но СААС – это еще одна, это и шанс огромный, и огромная проблема глобализации. Вот в интернете глобализация как проблема имеет масштабы в разы превосходящие. То, что мы, как нам казалось, имели глобальную проблему в обычном софтверном сегменте. То есть тогда у нас был там ограниченный выбор продуктов. В сервисах там вообще есть лидеры, и они перефинансированы. Сейчас вообще монетизация не прибылью, а инвесторам. Поэтому это очень, с одной стороны, сложный и в то же время, конечно, перспективный рынок. – Я соглашусь полностью с Сергеем, и хочу добавить, что действительно проблема, в первую очередь, в наших головах. – Разруха в головах, да? – Да, разруха в головах полностью у наших пользователей. И тем не менее, хочу добавить, что, тем не менее, весь программный продукт компании Boeing пишут наши разработчики. И ряд других компаний… – За которые работают в Мегаплане? – Нет, нет, нет. Я имею в виду наши… – Соотечественники. – Соотечественники, совершенно верно. Я к тому, что просто не хватает уверенности в наших сотрудников, не сотрудников Мегаплана, а сотрудников коллег, которые занимаются разработкой и инновациями. То, что они могут это сделать, то, что они могут это поднять, то, что они могут это развить до какого-то современного и нужного кому-то уровня. – Ну, вот мой вопрос спросил, что уверенность в том, что они могут сделать, как раз есть. Нет уверенности, что они это могут продать и заработать на этом. – Ну, опять же таки… – Мы же знаем, как бизнес делать тут, правда? – Немножко понимаю, да. Я хочу добавить из опыта, что, например, перед продажей сервиса Мегаплан есть куча проблем, связанных с недоверием. Вот мы писали, а вот если американцы писали, то это качественный продукт. – Я хочу сказать, что у нас есть еще проблема. То, что у нас есть очень большая количество хороших технических специалистов, но не такая высокая количество и не такой качественной специалистов, которые занимаются маркетингом и продажей. Потому что найти хорошего сейлс-менеджера, который организует продаж, например, в финансовой сфере банка или страховой компании, рынок полный. А, власне, которые умеют правильно продавать IT-послуги, особенно СААС, строить маркетинговые компании, находить необходимых людей. Питание в чём? Питание, чтобы привязать себя в кости инвестора, чтобы прибудок переносила сама компания. Або не получать инвестора. Сколько у нас известных стартапов, украинских, которые абсолютно без инвестиций на своем энтузиазме, на свои гроши, заработанных через этот же стартап, известны. Я мало знаю. И проблема основная – это хороших, качественных сейлс-менеджеров. На жаль, у света он не рутуется. – Финальный коммент. Андрей. – Наша компания очень активно используется с решением. в отличие от других компаний украинских, потому что, правильно заметили, что очень многие не понимают, боятся СААС решений. Но в любом случае наше мнение, ну мое мнение такое, что СААС решениями в будущее и активно их начнут использовать, эти решения, тогда, когда бизнес перестанет его бояться. А перестанет, наконец, тогда, когда компании, предоставляющие СААС решения, будут хорошо, ну, получать, во-первых, там, СЛ-сертификации соответствующие, которые будут идентифицировать и компанию, и какие-то дополнительные их, там, ну, защиту, да. Вот. Не будут скрывать адрес юридический. Будут, ну, как бы, нормально работать прозрачно, открыто и проходить соответствующие. – Да, боюсь, тут не все от СААС. – Много, да, не совсем от СААС, да. И маркетинг, который проводится этими же компаниями, должен быть таким, который они понимают сами и выполняют так, как нужно, да. Вот. Например, да, ну, сейчас закончу, да, то есть, мы перешли, и многие наши, там, партнеры, конкуренты переходят на Google Docs, там, на Megabank, там, Basecamp и так далее. И нужно это использовать, но использовать с умом и понимать, зачем зовут. – Нет, ну, это все. – А, Тарий, в Штатах СААС процветает, потому что очень высокая конкуренция. СААС помогает быть более конкурентным. Но, в принципе, даже если не рассматривать этот асклет, вообще в России, в Украине конкуренция уровень не так высок, как хотелось бы. Все равно, если мы просто посмотрим, большая часть нового софта, который выпускается, весь доступен через браузер. 1С доступна через браузеры ERP, CRM, масса всего будет через браузер. Через 3-5 лет софт, который недоступен через браузер, будет неинтересен, не нужен. Поэтому все, что вы сделаете в СААСе, все, что вы сделаете, даже если это коробка браузерная, все это огромный плюс и возможно с перспективы работать на этом рынке. – Понятно. Думай СААС. Спасибо. Поблагодарим участников панели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова